Доброе утро! Еще раз. Остались самые стойкие на второй день. Давайте сразу с места в карьер продолжать наши с вами развлекушки. С вами снова передача в гостях у сказки и ее ведущий Даня Кириллов. О чем сегодня будем говорить? Вчера мы поговорили о дизайне L2 Кампуса, поговорили о дизайне L3. И сегодня будем говорить, коллеги, во-первых, о дизайне ВАНа, но с точки зрения Enterprise. Во-вторых, будем говорить о дизайне того, что называется Quality of Service или качество обслуживания. И когда мы с вами говорим о дизайне Enterprise ВАНа, встает сразу вопрос. Вопрос очень простой. У нас есть центральный офис, у нас есть филиалы. Соответственно, задача их объединить. Каким образом для начала мы можем это сделать? Вообще решений у нас два. Да, я уж тут решение протянуть физическую линию не буду там рассматривать никак. Решение два. Либо купить сервис у оператора связи, то есть использовать операторский VPN. В чем оператор связи, что он может дать? Он может дать либо L3 VPN, либо L2 VPN. Соответственно, мы в офисе объединяем либо по L2, либо по, соответственно, L3. То есть любой MPLS-бейс сервис, и когда нам это надо, когда нам нужен SLA. То есть когда мы говорим, что да, мы там критично относимся к задержке, мы критично относимся к ее вариации, то есть к джиттеру, мы критично относимся к пакет-ловшу. Тогда, конечно, мы покупаем операторский VPN. Что если у нас нет такого критицизма? Ну, то есть мы говорим, ну, в принципе, какой-то интернет-бейст канал нам совершенно подходит. Тогда у нас возникает вопрос в использовании корпоративных VPN. И корпоративные, и операторские, они имеют такое довольно большое отличие. Дело в том, что операторские VPN, если вы посмотрите на то, что, ну, погуглите или почитаете, что за технологии там MPLS, L3 VPN, VPLS, PBB и так далее, они все небезопасны. И это очень логично, потому что оператор предоставляет сервис клиенту. Почему клиент должен верить безопасности оператора? То есть никак не должен верить. Поэтому там бесполезно делать какую-то безопасность. И плюс оператор эти VPN-ы где строит? С точки зрения оператора все намного проще. Оператор говорит, так я же строю внутри своей управляемой сети. Зачем мне какие-то там серьезные механизмы безопасности? Совершенно они не нужны. А вот если мы используем корпоративные VPN или то, что называется криптовепены, там безопасность – это самый главный ключевой фактор. Почему? Потому что мы строим свои VPN-ы поверх недоверенной сети. Соответственно, если строим поверх недоверенной сети, соответственно, встает вопрос, как мы собираемся, собственно, защищать наш трафик. И вообще, если мы поговорим о том, что называется сайт-то-сайт VPN-ы, то первое, о чем нам нужно поговорить, это о том, как правильно выбрать сайт-то-сайт VPN. Вот как бы у нас есть куча технологий. Есть IPsec, есть GRE, есть GRE over IPsec, есть статический VTI, есть динамический VTI, есть DM-VPN, есть Group Encryption Transport VPN. То есть этих VPN-ов огромное количество. И на самом деле, по сути, если мы хотим правильно выбрать VPN, нам надо ответить ровно на три вопроса. У нас есть три вопроса, которые, давайте пока так оставлю, которые имеют для нас большое значение. Первое, как мы будем обеспечивать безопасность этого VPN, это раз. Второе, какая нам нужна топология, то, что разные VPN-ы работают в разной топологии, это два. И третье, это какой тип трафика мы хотим гонять в этом VPN. Тип трафика я имею в виду SAFI, ну, то есть есть такая нотация, вообще в связи очень хорошая, выглядит она как, сейчас попытаюсь ее здесь написать, AFI, SAFI. Вот нам надо подумать именно об SAFI, что это такое, address family identifier, subsecund address family identifier. Что может быть AFI? Ну, допустим, address family у нас IPv4, вот это адресное семейство. Что такое SAFI? Это тип вообще трафика в IPv4. Мы знаем, что бывает unicast, multicast, broadcast. То есть, если мы, допустим, работаем только с unicast трафиком, значит, AFI будет IPv4, SAFI unicast. Если нам нужно, например, гонять multicast, у нас изменяется SAFI, и нам нужно понять, а выбранный нами VPN, он такой трафик умеет передавать, или, соответственно, нет. И вот это вот основные три вопроса, то есть такой кейс, который мы используем для, соответственно, выбора VPN. Вообще, как бы как мы обеспечиваем безопасность VPN? Ну, поскольку сетевая стигонография находится вообще на зачаточном состоянии, мы обеспечиваем это криптографией. Что такое криптография? То, что мы называем шифрованием. Что мы должны описать? Вот мы, допустим, проектируем VPN, что мы должны для имплементатора, соответственно, описать? Описать мы должны четыре сервиса. Как мы будем обеспечивать конфиденциальность? Это раз. Как мы будем обеспечивать целостность? Это два. Как мы будем обеспечивать обмен ключами? Это, соответственно, три. И как мы будем проходить аутентификацию? Это четыре. Вот все, нам нужно вот эти вот четыре сервиса описать в основном, чтобы дальше нормально определять, как у нас защищается наш VPN. И часто меня спрашивают коллеги, зачем нам нужно описывать обмен ключами? Дело в том, коллеги, что давайте вспомним, что для шифрования полезной нагрузки мы используем симметричные криптоалгоритмы. Симметричные означают, что они работают по принципу ключ-замок. Каким ключом замок закрыли, тем же, соответственно, открываем. Соответственно, каким ключиком зашифровали, тем же дешифруем. Но сразу стоит вопрос, как передать ключ на другую сторону? Он же может быть динамический, я его вообще могу менять по раз в 15 минут, например. Да, то есть канала защищенного еще нет, как передать ключ на другую сторону. И вот для этого, опять же, у нас есть процедура обмена ключами. Кто вообще разбирался в криптографии, знает, что такое алгоритмы Диффи Хеллмана. Или там, можем RSA использовать для обмена ключами. В общем, нам нужно использовать так называемую асимметричную криптографию, которая не работает по принципу ключ-замок. Она работает по принципу автоматической камеры хранения. Что это за принцип? Ну, идея очень проста. Надо положить сумку в камеру хранения, кинуть монеточку, закрыть дверцу, но перед тем, как закрыть, на задней стороне дверцы набрать какой-то уникальный код. Соответственно, когда надо открыть с передней стороны дверцы, набираем тот же самый уникальный код, дверца открывается. Вот смотрите, какой классный концепт. У нас есть сумка, ее видят все. Вот это чистый текст. Все видят. Мы положили сумку в ячейку, закрыли ячейку. Кто видит, что в ячейке? Никто. Это зашифрованный текст. Что является ключом шифрования? То, что закрывает ячейку. То есть монетка. Ключ шифрования знают все, абсолютно все. Все знают, кинь монетку, ключейка закроется. А открыть этим ключом можно, а вот открыть нельзя. Для этого нужно иметь парный ключ. И вот эта концепция, она как раз легла в основу, соответственно, того, что мы называем асимметричной криптографией или криптографией с открытым ключом. В общем, с точки зрения дизайна, понятно, есть у нас еще хеширование, которое используется для целостности, так называемая однонаправленная криптография. А симметричную мы используем для аутентификации, для обмена ключами. Симметричную, которая быстрая, вообще не ресурсоемкая, мы используем для шифрования трафика полезной нагрузки. Главная проблема здесь заключается в том, что алгоритмов огромное количество. Их там невероятно. Есть ДС, Трипл ДС, АЕС, АИД, а шифры РС и так далее. Шифр Туфиш, шифр Сёрпинг, шифр Блоу Фиш. В общем, как выбрать то, что нам нужно? На каком основании мы вообще, например, можем сказать, что мы используем вот это? В этом нам изначально помог такой Национальный институт стандартизации США, или НИСТ, который выпустил, как сказать, такие рекомендации, которые называются СЮТ-Би, еще очень часто их называют Next Generation Encryption. Организация, которая занимается удовлетворением текущих потребностей интернета, то есть ITF, Internet Engineering Task Force, это тоже стандартизировало. У нас есть РФС-шка. И эта РФС-шка, о чем нам, соответственно, говорит? Говорит нам о том, что для шифрования, соответственно, мы должны использовать либо 128, либо 200 тысяч стебитный АЕС. Причем мало того, что АЕС может работать в разных режимах. Вот GCM, например, это Галуа Counter Mode. То есть это тот режим, который считается там наиболее стойким у АЕСа сейчас. Для хэширования мы не должны использовать MD5, мы не должны использовать Secure Hash Algorithm 1, мы должны использовать какую-то из вариаций Secure Hash Algorithm 2. Там с длиной хэша либо 256, либо 384, либо 512 бит. Для управления ключами и цифровой подписью обратите внимание, нигде нет РСС, нигде нет Диффи-Хеллмана, здесь стоит ЕС. Что такое ЕС, коллеги, это алгоритмы, которые работают на основе математической задачи эллиптических кривых. То есть ЕС, это Эллиптик Кёрт. Грубо говоря, если мы используем для аутентификации цифровые подписи, то мы используем не просто Digital Signature Algorithm или DSA, а мы используем DSA на эллиптических кривых. Если мы используем для обмена ключами Диффи-Хеллмана, мы опять же используем Диффи-Хеллмана на эллиптических кривых. Зачем такой стандарт создался? Это создалось, стандарт создался вообще как рекомендация для негосударственных предприятий, что использовать, чтобы стойкости хватило до 2030 года. И вот текущая математика нам говорит, что до 2030 года, в принципе, стойкости у перечисленных алгоритмов математика считает, что должно хватить. И сейчас хватает. Поэтому мы, когда описываем вообще VPN, ну, я работал с той, с другой стороны, со стороны дизайна и как филд, и когда я там филд-инженер, я просто говорю, а какие алгоритмы-то использую? То есть я сейчас законфигурю, я умею прям, а никто не сказал. И вот обязательно на это нужно обращать внимание, то есть на то, какие использовать алгоритмы. И вообще, если мы говорим об Enterprise VPN, то, как я уже сказал, у нас есть три вопроса здесь, да? Кстати, уж ладно, рисовать не буду, а так поясню. Первое, что с безопасностью? Второе, что с топологией? Третье, какой трафик собираемся гонять? Причем вопрос безопасности, он решен очень хорошо. Вопрос топологии, наверное, является наиболее определяющим, потому что это очень сильно влияет на стоимость владения, то есть на те ресурсы, которые вы будете затрачивать на конфигурацию. Вот пример, опять же, из одного жизненного проекта, который у меня был. Есть центральный офис и 86 регионов. То есть 86 региональных, в которых есть еще филиалы. Что будет, если я буду использовать VPN типа точка-точка? Это значит, мне нужно будет обслуживать 87 туннельных интерфейсов, что называется. И это прям не то, что я хочу. Ничего себе, представляете, сколько надо людей, чтобы вот это все обслуживать. Я в данном случае что хочу? Я хочу как минимум точку-многоточку. Я говорю, вот один туннельный интерфейс работает во все стороны, там как-то региональные офисы ко мне, соответственно, подключаются. И, например, ну решили эту проблему, да, точка-многоточка. А что, если региональные офисы за НАТО? Причем за динамическим. То есть я не могу в туннеле не указать никакой destination. Я говорю, а, слушай, не знаю, сегодня один, завтра там другой. Или а что, если оператор связи там динамически выдается ответственно IP-адрес, если это труднодоступный регион. В общем, все это нужно учесть, уважаемые коллеги. И давайте эти проблемы с вами постепенно решать. Проблема номер один. Это проблема безопасности. Она очень хорошо решена таким набором стандартов, которые называются IP Security или IP Sec. Что, о чем нам говорит стандарт IP Sec, который определен изначально в RFC 4301, но на самом деле в нескольких RFC-шках вообще описано. Он говорит, слушайте, ребят, мы имеем три протокола, которые вы можете использовать, причем в разных вариациях. Первый протокол, соответственно, вот тут у нас второй написан. Это протокол Authentication Header. Хедер, прошу прощения. Этот протокол не всегда используется. Почему? Потому что, представьте, у вас есть VPN. Вы на VPN подаете IP-пакет. VPN его как-то закрывает, шифрует и добавляет новый IP-заголовок. Да, ну, потому что маршрутизировать этот пакет в интернете дальше как-то надо, то есть новый IP-заголовок обязательно нужен. Главная проблема Authentication Header заключается в том, что новый заголовок он подписывает. Поэтому любое изменение приводит к чему? К невалидности заголовка на приеме. Ни НАТО вам, ни ПАТа, ни VPN, то есть ничего не проходит. Поэтому не всегда он нужен, а точнее, в большинстве случаев он не нужен. И вот как у меня на слайде красиво написано mostly obsolete. То есть в большинстве случаев совершенно он не нужен. А что нам реально нужно? Тут реально нужен протокол, который называется encapsulating security payload или ESP. Что делает этот протокол? А вот он как раз шифрует данные с помощью алгоритмов, которые мы определили, и он как раз, соответственно, их аутентифицирует. Но не транспортные IP-заголовки, а те данные, которые мы на него подали. И шифрует он их как? Шифрует с помощью симметричной криптографии. Соответственно, если у нас симметричная криптография, кто будет заниматься обменом ключами и вообще согласованием алгоритмов? Этим занимается протокол, вот самый верхний, который называется Internet Key Exchange. Прямо из названия видно, соответственно, что он делает, или IKEA. То есть он бывает двух версий. Сейчас я поясню между ними разницу, либо IKEA V1, либо IKEA V2, но, в принципе, вот такая стройная структура IP-сека, соответственно, у нас работает. И, на самом деле, IKEA, он тоже хорошо сдокументирован. Он, вот если мы посмотрим на IKEA V1, он работает в двух фазах. Значит, фаза первая, она согласует, соответственно, управление каналами, управление ключами. То есть надо как-то согласовать канал, где мы обменяемся ключиками. Дальше аутентифицирует все и дальше, соответственно, согласует, так называемые security association или шаблоны безопасности. То есть это набор тех алгоритмов, которые мы для каждой задачи будем использовать. А вторая фаза, это фаза, которая уже согласует все, что необходимо для шифрования полезной нагрузки. Необходимо нам две вещи. Какой алгоритм и какой ключ будем использовать в этот раз для шифрования полезной нагрузки и как будем контролировать целостность. Напомню, что целостность контролируется с помощью однонаправленной криптографии, которую мы знаем, например, под словом хеширование. То есть хэши типичные однонаправленные математические функции и они как раз для контроля целостности у нас и используются. И на самом деле у IKEA протокол развивался, потому что протокол далеко был неоптимальным. И в итоге появилась версия 2, то есть появился RFC 4306, соответственно, с IKEA версии 2, которая, во-первых, быстрее, во-вторых, безопаснее. И что здесь надо знать? Стоит вопрос, а какую версию использовать? Я вообще даю, как это, всегда одну рекомендацию. Если другая сторона поддерживает версию 2, используйте версию 2. Если не поддерживает, вариантов нет, придется использовать версию 1. версия 2 всегда приоритетнее. Всегда приоритетнее и работать с ней проще. И на самом деле обратите внимание еще на то, что IP-сек у нас умеет работать, тоже в дизайне приходится указывать, в каком режиме у вас будет работать туннель. Режимов 2 это туннельный и транспортный. Вот на слайдике представлен туннельный режим. Что значит туннельный? Это значит, мы берем весь оригинальный IP-пакет с IP-заголовком, закрываем его IP-секом, то, что синеньким видно, и для транспорта даем новое IP-заголовок. То есть фактически создаем туннель. Вот на самом деле транспортный режим он что делает? Транспортный режим говорит, давайте не будет IP-сек новый IP-заголовок создавать. Ну просто он выдаст дальше на какую-то процедуру это и все. Либо будет использовать свой оригинальный IP-заголовок, мы его не будем скрывать. Либо, допустим, там у нас есть протокол ГРЕ, который уже нам сделал все и пусть IP-сек соответственно вот эти вот ресурсы протокола ГРЕ использует. Вот. И самая главная здесь проблема заключается в чем? Давайте подумаем, что не пройдет вот такой режим вот именно в явном виде? NAT он в принципе проходит, ну что IP-адрес берем, подменяем. Что не пройдет? Не пройдет PAT. Знаете, да порт адрес translation или NAT как угодно, потому что что нам надо для того, чтобы у нас перегруженный NAT или PAT работал, порт нужен? Мы же по портам натянем, где порт? Никаких портов тут нету. Смотрите, ни TCP, ни UDP нету. В IP-заголовке портов нету. Поэтому, чтобы мы все-таки проходили PAT, у нас есть такая процедура, которая называется NAT traversal или NAT PIT. Фактически, а что она делает? Она позволяет соответственно добавить не только новые IP-заголовки, а еще и UDP-заголовок. Просто говорит, добавляем UDP и пожалуйста, если вы хотите подменять порты, соответственно, в принципе, никакой проблемой. Почему UDP и почему не TCP? Потому что UDP меньше, UDP 8 байт. То есть мы тоже не хотим MTU соответственно расширять. Есть, кстати, NAT traversal, который умеет работать с TCP, особенно по 10-тысячному порту, но как бы чаще всего используется UDP. И вот на самом деле, если когда-то слышали, какие порты надо открывать для IP-сека, ну, во-первых, надо открыть порт для ICAN, да, интернет-кейр-экченж как-то должен отработать. Это UDP 500. А еще, может быть, видели, что иногда открывают порт UDP 4500. Так вот, если это где-то видели, UDP 4500 как раз и открывается для процедуры NAT traversal. То есть есть NAT traversal, нужно, чтобы был открыт, соответственно, UDP 4500. Вот такая вот, соответственно, вещь. И как я говорил, есть два режима, туннельный и транспортный. Вот, очень часто меня спрашивают, ну, туннельный, понятно, мы делаем туннель между двумя сайтами, да, мы хотим, чтобы наши внутренние IP-адреса, они закрывались. Ну, почему так делаем? Потому что они частные, как правило. У нас слева десятка, справа десятка, дальше у нас там, соответственно, публичный интернет. Надо, соответственно, эти адреса скрывать. Именно поэтому внутренний заголовок, соответственно, закрывается. Однако, если вот этот вот внутренний заголовок уже закрыт каким-то протоколом, то мы можем сказать, слушай, ESP, давай-ка ты от себя новый IP-заголовок мне создавай. Вот, вот за тебя уже такой-то протокол, соответственно, его создал, и все хорошо, и все здорово. И вообще, как бы, казалось бы, на этом мы можем остановить наш разговор. Ну, что, хороший же протокол, хороший, весь мир его использует, весь мир. Шифрование стойкое, стойкое, процедуры хорошо описаны, хорошо описаны. Трабл шутить его довольно просто. Главная проблема классического IP-сека, коллеги, заключаются в двух вещах. вещь первая, классический IP-сек поверх себя передает только Unicast. Опа, нужен Multicast или нужен Routing? Нет. До свидания. Второе, классический IP-сек умеет работать только в топологии .t. Мы вчера с вами смотрели на Ether Channel, помните, Port Channel'ы создавали. Главная проблема Port Channel'ов, которую там весь мир решал в свое время, заключается в том, что они тоже работают только в режиме .t. И вот это нам совершенно может не подходить, а что если я хочу многоточку полную? Причем не то, чтобы точка-многоточка, я хочу все со всеми, но под контролем там центрального офиса, например. И плюс я хочу еще Multicast, потому что я хочу, чтобы нормально бегал Routing, у меня по Multicast еще видео какое-то гоняется, я не знаю, в конференции, там все что угодно. В общем, не подходит нам IPsec, но больно уж безопасно, больно уж все с ним хорошо. Ну, давайте попытаемся проблему, вот эти две проблемы порешать. Проблема первая, которую мы будем решать с вами, коллеги, это, как сказать, это проблема Multicast. Broadcast не все хотят гонять, хотя можно это делать, а вот Multicast бы гонять очень неплохо. То есть адресация класса D, и она не просто так сделана. Куда можем обратить внимание? Можем обратить внимание на протокол, который называется Generic Routing Capsulation, или протокол GRE. Что это за протокол? Это очень классный протокол упаковщика. То есть он в себя упаковывает все, что угодно. Я вот вообще, как это, GRE, раньше называл это сетевая проститутка. Она в себя принимает все, что угодно, но как любая проститутка, абсолютно небезопасна. То есть никаких механизмов безопасности нет, ни аутентификации, ни шифрования, но очень классно инкапсулировать. Поэтому мы что можем подумать? Ну раз есть такой классный протокол, а почему бы не сделать вот такую штуку? GRE over EPISEC. То есть мы берем наш трафик, запихиваем его в GRE, GRE дальше шифруем EPISEC, что получается? И сервисы любые, и пожалуйста, соответственно, шифрование есть. То есть добавили вот такую безопасность. Два недостатка есть у GRE over EPISEC. Первое, очень большой overhead, если для вас это важно. Не для всех, кстати, я сразу скажу, не для всех важен размер MTU прям 1500. Смотрите на трафик, который называется IMX, типичный интернет трафик стандартный. Что говорит нам IMX? 440 байт TCP транзакционного трафика. Никаких 1500 речи не идет. 1500, когда нужно большой поток данных передавать, тогда это все играет. Но все равно overhead здесь большой, то есть у GRE 4 байта, новый EPISEC заголовок 8 байтов, у EPISEC заголовок зависит от ключа шифрования. И от алгоритма до 53 байтов может составлять. В общем, MTU 1400 это, как правило, на что мы попадаем. Второе, на что мы попадаем, это все-таки нерешенная проблема топологии. Поскольку GRE EPISEC работает только в топологии point-to-point. В общем, все равно не подходит, да, как-то надо эти вещи решать. И кто эти вещи решал? Вообще, когда развивались VPN в мире, очень большую роль здесь играла как раз компания Cisco Systems. Потому что, если мы посмотрим, сколько проприетарных типов VPN есть у Cisco, то увидим, что, ну, огромное количество. Например, появился такой тип VPN, который называется VTI, Virtual Tunnel Интерфейс. Что такое VTI? Тут попытались отойти от использования GRE. Сказали, слушай, ну, есть IPSEC, какая у него проблема? Multicast не передает? А давай сделаем такой IPSEC, который будет уметь передавать Multicast. Крубо говоря, и все, целая проблема решена. И можем мы строить вот такие VTI-туннели. Конфигурация очень простая, они там нормально отказоустойчивые. И самое главное, Multicast трафик абсолютно спокойно соответственно для нас передают. Хорошо, хорошо. Что плохо? Ну, плохо, опять же, то, что топология и, во-вторых, что плохо, что проприетарная технология. То есть, это не стандарт, это проприетарная технология систем. То есть, мне говорят, ну, есть же динамический VTI, соответственно, который пытается нам сделать точку-многоточку. Я главным словом тут говорю, именно пытается. Пытается с целой кучей ограничений. Поэтому там говорить о нем даже не будем. О чем будем говорить? Как бы говорим одно не то, второе не то, чистый IPSEC не подходит, гревер IPSEC не подходит, VTI-ограничения имеется. Все-таки, а есть ли технология, которая будет использовать IPSEC для защиты, раз, соответственно, будет иметь возможность работать в любом, в любой топологии, в любом типе топологии, да, точка-точка, точка-многоточка, полная многоточка, если нужно. Например, я хочу, чтобы у меня есть филиалы, я хочу, во-первых, контролировать, что роутеры в этих филиалах, они живые, и вступили со мной в VPN, но трафик полезной нагрузки пусть между филиалами идет напрямую. Ну, простой пример, очень для телефонии, например, короче. Или пусть идет через меня. Вот, и трафик любого типа. Значит, такая технология есть, называется она Dynamic Multipoint VPN или DMVPN. Значит, технология, это, ну, один из самых популярных типов, соответственно, VPN в мире. О чем нам говорит эта технология? Она говорит, так, для шифрования будем использовать IPSEC вообще для защиты, топология любая, трафик упаковывается любой, почему сейчас увидим, потому что IPSEC, DMVPN, прошу прощения, основана на работе протокола ГРЕ, и она говорит, слушайте, мы решаем там целую кучу проблем с полком. Ну, то есть, с полки могут быть за НАТО, например, с полки могут иметь динамические адреса. Все равно, то есть, идеология такая, что они каким-то образом должны вступить во взаимосвязь с хабом, и после этого начнется у нас, соответственно, нормальная работа. И, как это работает все? Что надо описать с точки зрения даже того же дизайна для DMVPN? Описать работу трех протоколов. Вот если вы посмотрите на правую часть, увидите IPSEC, ну, там все понятно. IPSEC мы уже знаем, как описывать. А вот есть еще два дополнительных протокола. Во-первых, протокол, обратите внимание, который называется Multipoint Grep. То есть, это такой ГРЕ, который уже умеет работать в режиме точка-многоточка. И еще один протокол, он называется Next Hop Resolution Protocol или NHRP. NHRP говорит, слушайте, а я буду решать проблемы там всякие посторонние, например, проблему того, что, опять же, динамический адрес у споука, проблему там того, что споук за НАТОМ, и вообще проблему того, что наш филиал не обязательно может обо всем знать. Там хаб, главное, пусть обо всем знает, а филиал там будет получать информацию по запросу. И на самом деле, обратите внимание, две основных типологии, в которых работает dmvpn, это hub and spoke и spoke to spoke. Знаете, чем отличаются? Вот если мы на хабе поставим multi-point gre, а на споуках single-point gre, что у нас будет? У нас будет hub and spoke, да? Типичная звездочка. Споуки могут смотреть только в одну сторону, в сторону хаба, хаб смотрит во все стороны. А если мы и на хабе, и на споуках поставим multi-point gre, получается, что споуки могут, соответственно, друг с другом разговаривать. Когда это, например, применяется? На одном из моих мест работы у нас была такая конфигурация телефонии, что центральный офис находился в Гамбурге, там стоял пол-менеджер у нас, там стояла вся телефония. Однако, реальные телефоны, например, у продаванов, у бухгалтерии, и так далее, они были в двух офисах в России, в Петербурге и Москве. Задача простая, как сделать нормальную телефонию? Но, на самом деле, очень просто. Вся сигнализация, естественно, шла через Гамбург, потому что мы с полки, Питер с полк, Москва с полк, а для работы телефонии просто создавался, соответственно, временный туннель, и, естественно, полезная нагрузка телефонии, она через Гамбург никак не шла, она шла напрямую, соответственно, между телефонами по туннелю. Ну, потому что IP-телефония, если кто-то с ней сталкивался, она говорит о том, что только сигнализация идет через полсервера. Трафик полезной нагрузки идет между двумя телефонами напрямую. То что надо, чтобы трафик пошел? А чтобы сигнализация сказала, слушай, дружище телефон, ты набрал 2232, это означает, что тебе голос надо закодировать таким-то кодеком, а дальше его поставить на такой-то IP-адрес и на такой-то порт. И другой стороне, если мы скажем, ну, а что, IP-устройство вполне спокойно может формировать эти пакеты. Ничего страшного в этом нет. Если мы возвратимся к DMVPN, то что мы можем здесь увидеть? Значит, ну, смотрите, у нас есть хаб какой-то и есть сполки. Во-первых, нам нужно понимать, что есть публичные адреса. Да, это то есть те адреса, которыми мы смотрим в мир. Хаб, кстати, обратите внимание, в идеале должен иметь статический IP. Потому что нам с полком надо обязательно сказать, где хаб. То есть, они должны это знать. Хаб ничего не знает о сполке. То есть, ну, могут быть какие-то сполки. Это раз. Во-вторых, это все-таки гре. А что значит гре? Гре значит, есть туннельные интерфейсы. И все туннельные интерфейсы на сполках и на хабе должны иметь IP-шники и из одной подсети. То есть, допустим, хаб, туннель там 10.001, да, сполк 10.002, если там слэш 24 префикс берем второй, сполк 10.003. То есть, в зависимости от маски, естественно, понятно, что если маска 16, можем и такую схему использовать. Да, но если 24, тогда такую схему использовать, соответственно, не можем. Вот. Ну и плюс, что еще есть? И в центральном офисе и в филиалах есть какие-то префиксы, то есть, какие-то сети, которые мы дальше хотим объявлять и маршрутизировать. То есть, мы, например, хотим поднять DMVPN и сделать там, чтобы у нас там ОСПФ или EGRP абсолютно спокойно бегали. То есть, чтобы для нас это были, ну как, логические, почему я вчера говорил о разнице между физической и логической и логической типологии. Потому что логические для нас прямые соединения. И плевать нам то, что они идут через интернет. Так вот, как-то все работает. А сначала споуки должны зарегистрироваться на хаббинг. То есть, у споука есть конфиг, мы там можем этот конфиг делать дальше, отправлять, соответственно, куда-то далеко, там, где у нас нет инженеров, этот роутер. И говорить, слушай, у тебя адрес получается по DHCP, все, просто включи его в сеть, он дальше сам поднимется. Там есть конфиг, который указывает, где хаббинг. Испоуки, они регистрируются на хаббинг. Они говорят, хаббинг, я твой исполк. То есть, нормально, с подтверждением аутентификации, аутентификация там либо прешертки, но слабая, либо все-таки сертификаты. То есть, PKI-бэс. Да, давайте вспомним, что такое цифровой сертификат, если очень просто, понятно, что сейчас там могучая структура. Это всего лишь заверенный открытый ключ. Когда нам надо использовать открытый ключ, заверенный открытый ключ доверенной стороной называется цифровой сертификат. А доверенная сторона называется удостоверяющий центр. Собственно, и все. Вот эта идея подтверждения ключа в асиметричной фиктографии. Так вот, главная идея потом, когда они зарегистрировались, заключается в том, что споуки имеют возможность устанавливать динамическое соединение. Давайте лучше вот здесь соответственно это посмотрим. Значит, смотрите, у нас что есть? 2.0 сверху, 3.0 снизу и что-то там 1.0 соответственно префикс на хабе. Да, и у нас есть туннельные айпишники, то есть это туннельные интерфейсы. 10.1.1.1, 1.1.2, 1.1.3. Есть какие-то физические айпи. Что нужно, чтобы у нас, например, один споук мог поговорить с другим споуком? Мы понимаем, что должен бегать роутинг. Роутинг работает независимо от VPN, да, если приходит пакет, что проверяете? Фактически наличие записи в таблице маршрутизации. Префикс есть, работаем. Префикса нет, не работаем. Поэтому, естественно, споук каким-то образом, чтобы маршрутизировать трафик, вот верхний споук первый, если он хочет маршрутизировать трафик сеть 192.168.3.0, естественно, у него должен быть маршрут. У него должен быть маршрут, а кто будет NextHop? А NextHop, коллеги, будет туннельный интерфейс. Именно туннельный интерфейс будет у нас, то, что называется NextHop. Потому что для раутинга что надо? Префикс и куда отправить? Соответственно, NextHop. Поэтому, первым делом ребята регистрируются. Регистрируются, говорят, я такой-то споук, у меня такой-то туннельный интерфейс, дальше запускается роутинг, роутинг нормально отрабатывает по префиксу. Все вроде бы хорошо. А дальше смотрите, вот у нас есть сверху компьютер, 192.168.2.10. Он хочет послать TCP SIN, попытаться установить соединение с сервером, который находится по адресу 192.168.3.10 в другом филиале. Он что делает? Ну, он посылает этот SIN на свой дефолт гейтвей, это первый споук. Соответственно, споук говорит, так, где у меня, есть у меня маршрут к такому префиксу 3.0. Ты говоришь, о, есть, NextHub 10.1.1.3. Но это же туннельный интерфейс. А в реальности-то куда послать через интернет? Нам же нужны внешние IP-адреса, внешний сорс мы знаем, а вот этого товарища мы не знаем. Он же может перегрузиться, у него новый IP-шник появится. Поэтому, что делает споук? Посылает по NHRP запрос на хаб. Он говорит, дружище хаб, а ты знаешь, где находится 10.1.1.3? И хаб ему говорит, конечно, знаю. 10.1.1.3 имеет публичный адрес 172.17.3.34. И дальше, что происходит? Споук 1 устанавливает динамический прямой туннель со споуком 2. То есть, это нормальное IP-сек соединение. Вот. То есть, почему динамический? Потому что дальше он разрушается по тайм-ауту. То есть, есть таймер неактивности. Если туннель в течение таймера не используется, соответственно, туннель разрушается. Установил туннель, СИН пришел, соответственно, вот сюда на сервер. Да, на адрес 3.10. Пришел СИН, что должен сделать сервер? Вот этот правит СИНАК. Да, он формирует, соответственно, СИНАК. Этот СИНАК приходит на дефолт гейтвей, и, казалось бы, он должен сразу уйти в туннель. Ничего подобного. Потому что роутинг, смотрите, работает независимо от VPN. Роутинг говорит, а что у меня маршрут-то есть к этому IP-адресу? И говорит, да, есть только NextHop 10.1.1.2. Он делает такой же на черте запрос. Говорит, парни, а где 10.1.1.2? И Хапму отвечает, смотри, 10.1.1.2, соответственно, по адресу находится 172.17.2.24. И он дальше что делает? Он не устанавливает туннель, а он смотрит, а с этим адресом у него уже есть установленный туннель. И прямо этот туннель, соответственно, используется для ответов. Прямо вот этот уже готовый туннель. Ну и после тайм-аута, соответственно, все, и на черпи записи истекают, а если на черпи записи истекают, соответственно, нет рутинга, туннель падает. Вот такой динамический. Вот это вот такой очень классный кейс. Причем мы с вами можем обратить внимание, коллеги, как его использовать, так и не использовать. То есть, а что если мы не хотим, чтобы филиалы работали друг с другом? Как мы это можем разрулить? А, во-первых, использовать Single Point Grie, а во-вторых, может быть у нас такой кейс, а что если мы некоторым филиалам разрешаем напрямую работать, а некоторым нет? Самое простое это разрулить это рутингом. То есть, поставить маршрутизирующие фильтры, как бы и все там. Если у туннеля там нет прямого маршрута, то самое главное, что нужно? Вот туннелю, который должен работать через центральный офис, у него Next Hop всегда должен быть хаб. Надо дальше разобраться, как сделать так, чтобы Next Hop должен быть хаб, то есть, и собственно все. Дальше никаких проблем здесь нет. И как я уже сказал, с точки зрения обеспечения безопасности, вот вступления с полков вот в это DMPN облако, у нас есть два варианта. Первый вариант, я думаю, все слышали букву PSK. А у себя говорят, аутентификация PSK, аутентификация PSK. Что это такое? PressRT, просто паролик мы создали с двух сторон, забили и все. Вот по такому паролику они аутентифицируются. Один из самых нестойких методов. Второе, можем использовать PKI. Значит, что такое PKI? Public Infrastructure, это использование цифровых сертификатов. То есть, цифровые сертификаты можем привязывать и говорить, вот давайте аутентифицируйтесь соответственно по цифровым сертификатам, а мы уже их будем проверять. То есть, фактически использовать асимметричную криптографию. И пример, чисто пример, just for fun, давайте раздумим. Вот у нас пример конфигурации хаба. Что мы видим? Во-первых, у нас есть политика ISAQ-MP, то есть политика I-CARE. Раньше ее надо было описывать обязательно, сейчас она опциональная, но что будет, если мы ее не опишем? Устройство будет брать дефолтную зашиту. Вот очень рекомендую, прежде чем что-то делать, посмотреть, что использует дефолтная политика. Зачастую используют очень нестойкие методы шифрования, поэтому надо ручками ей описать. Вот, дальше, по сути, вообще это все конфигурация, вот смотрите, туннельного интерфейса. Во-первых, первая команда. Видим, да, Tunnel Mode, Greml, T-Point. Зачем нужна эта команда? Ну, это вот примерно CISCO. У CISCO любой туннельный интерфейс, где вы не описали режим, имеет режим GRE-IP. То есть, Single Point GRE. Мы говорим, никаких Single Point, в GRE-Multipoint то есть работает. Говорим, кто будет отправитель, в данном случае у нас ПСК, то есть, говорим ключик, и, соответственно, делаем NHRP параметры. Делаем NHRP параметры, то есть, говорим, вот аутентификация будет так, мультикасс будет мапиться так, защищаться будет там вот таким-то профилем и IP-адресу туннельного интерфейса, например, будет такой. Вот это вот типичнейшая конфигурация хаба. Обратите внимание, что у хаба нет связки туннельного интерфейса с физическим интерфейсом. Почему? А потому что есть команда Tunnel Source. Хаб говорит, а я сам ни в какие облака не вступаю, мне ничего не нужно. Вот я нахожусь вот на этом сорсе, пусть туда кто-то что-то присылает, я, соответственно, буду это отрабатывать. А вот, например, конфигурация с полка. Да, типичная. Смотрите, а отличий не очень много. Не очень много. В чем отличие? В конфигурации NHRP. Потому что, во-первых, нам с полку надо сказать, где хаб. Ставить вот команду IP-NHRP, например, Next Hub Server NHR. Мы говорим, у хаба вот такой туннельный интерфейс. Вот. И плюс нам надо сказать, а физический какой. А вот, например, такая команда IP-NHRP-MAP и дальше 10.1.1.1 на 172.17.0.1. То есть, 10.1.1.1 это туннельный интерфейс хаба, 172.17.0.1 это физический интерфейс хаб. И говорим, все, спок, давай. Вбабахивайся, про MTU тоже не забываем. Да, не забываем, что там Malty Point Gre. Вот Malty Point Gre, кстати, в отличие от Single Point Gre, имеет длину заголовка не 4 байта, а 8. То есть, вот это вот, опять же, нужно учитывать. Кстати, коллеги, тоже не забывайте, когда делаете MTU, обычно на этой команде на предпоследней останавливаются. Ну, для чего мы так делаем? Для того, чтобы не было у нас проблем с фрагментацией. Так вот, что не надо забывать, протокол TCP имеет свою собственную фрагментацию, которая никак не связана с IP. Поэтому, если мы не хотим, чтобы у нас TCP при таком MTU фрагментировался, обязательно согласуем параметр, который называется MSS, или Maximum Segment Size. Меня тут часто спрашивают, почему 1360? Заголовок TCP 20 байт, давайте поставим 1380. На самом деле, коллеги, заголовок TCP 20 байт без поля options. То есть, если кто-то использует TCP опции, тогда заголовок может расшириться до 40 байт. И чтобы от этого тоже защититься, мы ставим просто там 1360. Вот. Вот такая вот классная штука, здоровская. И что еще тут нужно знать? Нужно знать две вещи. Вещь первая, это какую версию до MVP мы будем использовать, а вещь вторая, а что с роутингом мы будем делать? Потому что с роутингом, как мы сейчас увидим, прям не всегда все радужно. То есть, надо об этом думать. Но у DMVPN есть три версии. Эти версии называются фазой. То есть, фаза, это как версия протокола. Фаза первая, она говорит, жесткий hub and spoke. Никакого spoke to spoke. Фаза вторая, что говорит, есть spoke to spoke, но никакой суммаризации маршрута. Фаза третья говорит, а давайте мы за это засуммаризуем. То есть, это вопрос, ну а как нам это сделать? И почему мы должны там думать о суммаризации? А вот давайте мы фазу третью прориснем. Сейчас я сюда вернусь, посмотрим сначала на маршрутизацию. Значит, смотрите, у нас есть вот такая вот изначальная структура. Да, один hub, соответственно, два spoke. У spoke есть префиксы. У spoke есть префиксы. У нас бегает, допустим, EGRP. Вот смотрите, spoke 3, соответственно, по EGRP послал анонс. Говорит, у меня есть 192, 168, 30, 0. Вот, давайте вот так сделаем. А теперь смотрим на spoke 2. Почему у него нет этого префикса? Почему ему hub не переслал? Потому что EGRP дистанционно-векторный протокол. У всех дистанционно-векторных протоколов есть механизм защиты от петель, которые называются split horizon или расщепленный горизонт, который говорит, если ты апдейт принял на интерфейс, с этого же интерфейса обратно ты его отправить не можешь. Иначе это петля, если все так будут делать. На хабе, на самом деле, dmvpn, это два линка, но это один интерфейс, то есть один туннельный интерфейс. И EGRP принял апдейт и говорит, я с того же интерфейса послать его не могу. То есть, о чем это говорит? Spoke 2, соответственно, ну не может работать. Да, потому что у него есть префикс только 0.0, который хаб ему анонсировал с next hop. Поэтому первое, что надо делать на хабе, делать такую штуку, которая называется no ip split horizon EGRP1. Видите, как разрулили? Круто. Просто на хабе, на конкретном интерфейсе отключили расщепленный горизонт. На туннельном, конечно. То есть говорят, а, давай. Ну, потому что не туннельный, смотри, он его не видит, там IP сек приходит. Он его там видит в вышифрованном виде. И, соответственно, прилетел апдейт на сполк. Прилетел апдейт на сполк. А давайте посмотрим на вот то, что получилось у нас на сполке. В чем проблема здесь? Мы хотим сразу, говорю, сполк-то сполк сделать. Конечно. Будет идти жестко через хаб. Потому что, видите, кто next hop-то 30.0? Здесь 0.01. А это нормальное поведение роутинга. То есть роутер, когда принимает маршрут, он перед тем, как его отправить, next hop-ом кого ставит? Себя. Так, говорит, next hop-я, дальше там, следующий next hop-я и так далее. Но нас это поведение вообще не устраивает. У нас next hop-то должен быть 10.003. Вот кто должен быть next hop-ом. Поэтому что делается? На самом деле, никакого сполк-то сполк мультикаста тут нет. Что можем сделать? Команду новой IP next hop-self. Скажем, хаб, пожалуйста, не ставь себя next hop-ом. И все. И вот здесь ошибочка. На самом деле, когда мы поставили новой IP next hop-self, это ошибка на моем слайде, вот здесь должно появиться 10.003. Конечно же. То есть, можно даже потестить. Включаем next hop-self 10.001. выключаем next hop-self. Сейчас я пытаюсь достучаться к моей рисовалке. Она на меня обиделась и выключилась. Вот. Здесь, конечно, никакой единицы не должно быть. Вот. Здесь должно быть 10.003. Вот. В смысле? Нет, не уберет. Не-не-не. Он же говорит новой IP next hop-self. Он говорит не ставь, не изменяй next hop на себя. То есть, а если он анонсит, он будет ставить. Вот. Он, если получает, будет не изменять. Вот такая вот штука. И, соответственно, дальше вроде бы трафик пошел. Трафик пошел, классно, здорово. Проблема еще одна. А если мы на хабе суммарно объявим адрес? В HRP можем же сам реобъявлять? Можем. Объявили суммарный адрес. Соответственно, он прилетел, да, вот он у нас с 16-м префиксом. Все, мелкие адреса не прилетают. Мы зачем суммаризуем? Чтобы подсети не объявлять. Не прилетают, все, что идет? Все идет через хаб. Ну, хаб же объявляет суммарный префикс. Логично же? Логично. Что для этого делается, для того, чтобы это предотвратить? Делается такая штука, которая называется NHRP Redirect. То есть, что придумали в версии 3 как раз до MVPN? Говорят, слушай, ну, первый пакет к сети второго сфоку, он пойдет через хаб. Почему? Потому что NextHop у нас соответственно хаб. Но хаб, когда увидит этот пакет, он увидит, что оптимальный NextHop это 10.003 и пошлет так называемый NHRP Shortcut. Он говорит, я твой пакет, конечно, отмаршрутизирую, но, пожалуйста, для вот этой конкретной сетки, с которой ты хочешь пообщаться, используй NextHop 10.003. Это будет такая временная NHRP запись. И, соответственно, все пакеты, которые, ну, после того, как мы получили Shortcut, соответственно, они идут уже напрямую. То есть, идут не через хаб. Вот это вот то, что сделала версия 3. Какими командами это реализуется, например, ну, на хабе это всегда Redirect. То есть, мы говорим, хаб, у тебя есть возможность перенаправить трафик. А на сполке это всегда Shortcut. По сполку мы говорим, ну, слушай, если тебе хаб что-то пришлет, ну, просто временно инсталируй саблицу маршрутизации. Даже если это против правил. И, на самом деле, тут конфигурация может быть разная. Вот пример, да, что если мы не выключим там NextHopSelf, все пойдет через хаб, расщепленного горизонта нет. Да, если включим NextHopSelf, между сполками еще трафик пойдет напрямую. Вот такая вот идея. И вот эта идея, она касается именно EIGRP, то, что он дистанционно-векторный. А вот OSPF вообще не дистанционно-векторный. Да, OSPF-то протокол на основе состояния канала. У него никакого расщепленного горизонта нет. О чем надо подумать, когда мы конфигурируем OSPF? Дело в том, что, коллеги, вот эта сеть DMVPN, она будет относиться к классу NBMA, то есть Non-Broadcast, Multi-Access. В Non-Broadcast, Multi-Access, мы помним, выбирается DR, да, и все общаются с DR, равно как и в Broadcast. Поэтому всегда надо помнить, что DR должен быть Hub. Иначе никакого общения не будет, потому что Spock изначально друг друга не видит. С себя Spock у Spock Multi-Casta нет. Поэтому всегда на Hub нам нужно соответственно поднимать приоритет, да, то есть Hub всегда должен быть DR. Вот справа, видите, у нас IP, OSPF, Network, Broadcast, и на Hub поднят приоритет. А почему здесь мне говорят, почему конфигурации приоритета на Hub нет? А потому что смотрите, на всех Spock стоит priority 0. Я вчера говорил, что такое priority 0, это значит не может участвовать в выборах DR и DR. Может только опять же использовать тех, кто уже выбран. Или мы можем сделать вот такую штуку, смотрите, на стороне Hub IP, OSPF, Network, Point to Multipoint, а на стороне Spock Point to Point. К чему это приведет? К жесткому Hub and Spock. Просто жесткий Hub and Spock, с Spock мы говорим, ты общаешься, что значит Point to Point? У тебя общение может быть только с одним соседом, ты P2P. А Hub говорим, а ты можешь общаться с разными соседями. И получается что? Получается там мультипоинт, здесь P2P. Все, классическая вот такая вот, соответственно, схема. DMVPN очень неплохо работает, работает действительно много где. Я обещал вернуться тут на один слайдик. Давайте вернусь. О, вот на этот слайдик. Главная проблема DMVPN всегда заключается в чем? В том, что есть Hub. Проблема звездочки. Помним же, есть центральная точка, это критическая точка отказа. Называется Single Point of Favor. Поэтому эту критическую точку надо резервировать. Как мы ее можем резервировать? Давайте опять же справа налево пойдем. Если у нас у филиалов один линк. Что можем сделать? Можем сделать топологию Dual Hub и собрать в одной подсеке DMVPN. А что если у нас у споуков разные линки? Посмотрите, синие приходят на второй хаб, красные приходят на первый хаб. Это значит, что нам надо сделать просто два облака. Просто делаем два облака DMVPN, которые работают в параллель. То есть кейсы дизайна они здесь уважаемые коллеги очень хорошо описаны. И вполне спокойно мы на самом деле можем их все использовать. Вот такая идея. Следующий вариант. Когда может нам не подходить DMVPN? Давайте попробуем подумать. Классная же штука, через интернет работает только в путь. Можно ее инкапсулировать, можно в нее инкапсулировать. Вот один оператор, например, в Индии, правда, которым надо было объединить два своих облака операторских по MPLS, а у него временно не было коннекта между ними. Коннекта ему давали только IP. Он MPLS запихнул в DMVPN и гонял по DMVPN. Говорит, а что, работает же, работает. Например, есть в Алма-Ате такой евразийский банк, где работает мой хороший знакомый Сережа Лесин. Этот банк, он знаменит там на весь Enterprise построен на MPLS. Говорит, а мне так проще, офигенно работает, все классно, сегментация, здорово, и т.д. То есть, кейсов применения их может быть много. На самом деле, смотрите, что делает DMVPN? Он решает проблему взаимодействия в интернете, когда у нас есть частные IP-адреса, есть публичные IP-адреса. А что, если я у оператора сервис купил? Купил сервис какой-нибудь L3 или L2 VPN, то есть, мне адреса я также могу свои частные гонять, но я оператору не доверяю. Я говорю, я не вижу причин доверять там вашему уровню безопасности. У меня свой уровень. То есть, что если мне нужен VPN класса any to any, то есть, мне не нужен никакой хаб. Я говорю, все со всеми общаются, многоточечный VPN. Только пусть поверх MPLS, а пусть не через интернет в операторской сети, только я трафик хочу шифровать. Причем, как-то гибко шифровать, ключи менять, не хочу, зависимость от хаба никакой и так далее. И для этого есть технология, я вернусь на тот слайд, с которого ушел, которая у ЦИСКа называется Group Encryption Transport VPN или GetVPN, а, например, такая компания, как Juniper Networks, называет ее Group VPN. Что это за технология? Технология говорит нам о том, слушайте, а давайте не будет никаких хабов, не будет никаких сполков, у нас просто IPsec будет работать в транспортном режиме. А что для нас транспортный режим? В новый IP-заголовок будут копироваться параметры из старого. Ну, то есть фактически мы по своим же IP-заголовкам будем маршрутизироваться, все остальное будет, соответственно, зашифровано. И плюс говорит, а давайте мы немножко гибче там подойдем к шифрованию. Что значит гибче подойдем к шифрованию? Один роутер мы назначим K-сервером, KS это K-сервер, это тот, кто раскидывает ключики. Все остальные называются Group Members. Это те, кто принимают ключики и, соответственно, используют их для шифрования. То есть, хорошая штука, потому что K-сервер может ключики раскидывать динамически. Мы там сказали, раз в 10 минут, нам я раскидываю новый ключ. Или можем сказать, всем раскидывать один ключ, или каждому там раскидывать свой ключ. И, естественно, сразу стало непонятно, а кто будет вот этим управлять. Потому что, смотрите, никакого согласования туннелей здесь нет. То есть, зачем нет туннелей? Здесь any-to-any шифрование. И нам, естественно, нужен протокол, который эписеку скажет, братан, туннелей нет, это any-to-any шифрование. Этот протокол называется Group Domain of Identification или GDOI. То есть, GDOI как раз и занимается разбросом соответственно всяческих ключей. Вот. И на самом деле, обратите внимание, GetVPN где не подходит. То есть, для чего не подходит? Он не подходит там, где нам нужно использовать публичную IP-адресацию. То есть, в интернете он работать не может. Потому что у него IP-адресация сохраняется. Если мы внутри используем частную, он для себя тоже использует частную. Вот. Но, опять же, у него есть свой кейс применения. То есть, если вам нужно в какой-то там private-сети шифровать свой трафик, например, когда вы сервис у оператора покупаете, то, собственно, прошу прощения, никаких проблем. То есть, понятно, смотрите, IP-сет будет работать идеологически, соответственно, очень близко к самому себе. То есть, мы можем там применять политики, разные ключи раскидывать. кто начинает заниматься с GetVPN, меня спрашивают, Данил, это терминов, там огромные какие-то кейки, кейки. Вот. Но на самом деле, кейк – это кей-энкрипшн-ки, то есть, ключ, который шифрует ключ для шифрования. А тек – это трафик-энкрипшн-ки, то есть, ключик, который мы для шифрования полезной нагрузки используем. Такие же шаблоны безопасности, там, и так далее. Самое главное понимать, что обратите внимание на адресацию в текущем IP-заголовке и в новом. Видите, адресация не меняется. То есть, фактически копируется в новый соответственно IP-заголовок. Поэтому поддерживается, а для чего, мне говорят, для чего так делать? Для чего в новый копировать? А для того, чтобы поддерживать рутинг внутри шифрованного трафика, чтобы поддерживать мальтикаст-репликацию, например, чтобы можно было разные сервисы там гонять и так далее. И дейтаплейн с помощью трафик-энкрипшн-кинкрипшн, которые разбрасываются опять же кей-сервером. Кей-сервер может быть любой роутер. Хотите, прям поставьте его как роутер, который стоит на пути трафика. На самом деле, очень часто есть кейсы, когда ставят его за пределами пути трафика, для чего? Для отказа устойчивости. Знаете, я не знаю, кто сталкивался с протоколом BGP, наверное, знает, что BGP используется для масштабируемости такая штука, как root-рефлектор. То есть, отражатель маршрута это роутер, который может от одного IBGP-соседа принимать и другим отдавать, потому что это идея BGP. Соседи внутреннего BGP, они пересылать принятые маршруты не могут, потому что расщепленный горизонт. Так вот, на самом деле, кого обычно делают root-рефлектором? Это обязательно должен быть роутер, который пересылает трафик? Нет. Его задача какая? BGP-маршруты раскидывать. В облаке вообще может быть. В публичном, в частном, неважно. Обычно у CISCO, например, есть такое решение хороший рутер, у него только плоскость управления, плоскости данных ему не надо, мы его поставили в виртуализованную среду, там еще, соответственно, забэкапили, сделали отказоустойчивость к рутеру. Так вот, вот такой вот кейсервер, это тоже может быть этот виртуальный рутер. На VMV поставили, соответственно, опять же, CSR 1000V, он поддерживается. Почему нельзя поставить просто там какой-нибудь XRV, например, ну, то есть образ программный, а потому что так его поддерживать не будет. Он же говорит, что это не для публичного использования. А здесь можем в облаке поставить и спокойно все делать. Можем, соответственно, менять ключи, вот, различные. Есть защита от антиреплея, там, таймстампами разруливаются. Есть целая куча там механизмов, которые позволяют защищаться от различного вида атак, вот, и вот это вот дает, соответственно, у нас GetVPNу такое право на жизнь. То есть, если мы, коллеги, еще раз посмотрим, соответственно, на то, как нам выбрать VPN, как я говорю, есть. Вот, вообще, мы с вами рассмотрели три вопроса, а я, как правило, при выборе технологии добавляю еще один, то есть, четвертый. Вот три вопроса какие. Первое, безопасность, тут все понятно, IPsec, если это сайт, то сайт VPN. Второе, это топология, P2P, P2MP, полный мультипоинт. Вот, третье, соответственно, это сервис. Там, Unicast, Multicast, Broadcast. Есть иногда четвертый кейс, который говорит, а что если нам надо внутри VPN трафик сегментировать? Вот, допустим, я внутри физического VPN гоняю кучу логических VPN. Этот VPN для такого департамента, этот для такого, этот для такого сервиса и так далее. Мне их как-то нужно сегментировать. Ну, то есть, то же самое, что я делаю виланами в корпоративной сети. Как я могу это делать? Меточками. Есть РФСишка, которая показывает, как использовать меточки, похожие на MPLS, без MPLS. Вот, то есть, я могу помечать, чтобы у меня другая сторона знала. То есть, VPN вроде бы один, шифрованный канал один, но она говорит, а, понятно, этот трафик приходит отсюда, этот отсюда, этот отсюда. То есть, можно это делать так. Как еще можно, соответственно, сегментировать? Ну, если не хотите по меткам, можно по IP-шникам, если IP-шники статические. То есть, говорим, вот там 3.0 это оттуда, 4.0 оттуда, 5.0 оттуда. Главная проблема сегментации по IP-шникам заключается, соответственно, в том, что надо много перестраивать, если надо IP-адресацию. Деалогия должна быть другая. Меняйте, как хотите, IP-адресацию, там метки от этого не зависят. Но это, на самом деле, другой разговор, и надо всегда нам, соответственно, вот об этом задумываться. Вот такой вот простой кейс, простой кейс, который мы с вами разобрали с точки зрения выбора ВАНа. Так, мы закончили с вами на 5 минут пораньше, поэтому, коллеги, у нас настает время перерыва, но мы его сократим тоже на 5 минут. То есть, он у нас должен быть до 45 минут, мы встречаемся с вами в 11.40. хорошо, коллеги, давайте продолжать наши сегодняшние экзерсисы с вами. Будем говорить про такой сервис, который называется КВОЗ, или качество обслуживания, или Quality of Service. То, будем говорить про КВОЗ. Сейчас у меня тут заработает кликер, я надеюсь на это, и постепенно так говорить и будем. Секунда. Ага, все. Значит, главная идея вообще этого сервиса КВОЗ, это предоставление какому-то типу трафика, то есть, каким-то приложением более лучшего, или там, какого-то специального сервиса по сравнению с другими приложениями. Грубо говоря, если у вас, например, нет больших требований там по задержке, по джиттеру и очень большая неиспользуемая полоса, возможно, вы спокойно будете жить и без КВОЗа. Однако, если все-таки появляется необходимость в приоритизации трафика, в том, чтобы какой-то трафик обрабатывать со своими параметрами, то есть, где-то не допускать пакетлоса, где-то не допускать задержки, где-то не допускать джиттера, тогда, собственно, сервис КВОЗ это то, что, соответственно, нам нужно. И вообще, если мы будем говорить с вами про КВОЗ, я сразу хочу сказать, что есть три модели, которые описывает данный сервис. Первую модель мы с вами все хорошо знаем. Называется она Best Effort или No Quoz. То есть, дефолтный режим работы с TEC-TCP IP, никакого качества обслуживания нет, никакой приоритизации нет, там все работает, как работает. Остальные две модели это модель интегрированных сервисов и модель дифференцированных сервисов. Что значит модель интегрированных сервисов? Эта модель говорит о том, что приложение должно запросить необходимый уровень качества обслуживания, а, соответственно, сетевая инфраструктура должна его предоставить. Вся эта модель базируется на таком протоколе, который называется RSVP, протокол резервирования решений. что делает RSVP, если кратко, он пытается зарезервировать полосу на всем пути, соответственно, следования тракта. Грубо говоря, если приложение говорит, мне нужен один мегабит в секунду, соответственно, RSVP спокойно резервирует один мегабит в секунду. Вот. Вот это вот первая модель. Вторая модель дифференцированных сервисов, которую мы чаще всего используем, она говорит нам, что у нас сеть безусловно, безо всяких запросов, предоставляет определенный уровень качества обслуживания соответственно, приложениям. Вот. То есть, модель говорит, что абсолютно наплевать, запрашивала что-то приложение, не запрашивала. Мы для определенных приложений даем вот такой вот уровень качества обслуживания. Что для этого нужно? Что нужно, чтобы работала модель дифференцированных? Нам, опять же, сначала нужно как-то определить, что за трафик к нам приходит, и дальше описать, что мы с этим трафиком хотим сделать и где мы это хотим сделать. Так вот, раз мы говорим, что не приложение у нас запрашивает, то есть, мы не знаем, что это такое, а приходит к нам какой-то трафик, нам надо подвергнуть этот трафик классификации. То есть, нам надо классифицировать трафик там по тем типам, по тем приложениям, которые нам реально нужны. Например, класс голос, класс видео, класс там высокоприоритетные данные, то есть, описать, какие приложения туда входят и так далее и тому подобное. И плюс ко всему, классификация может быть довольно серьезным сервисом, то есть довольно тонким. Поэтому, если мы где-то потратили ресурсы на классификацию трафика, значит ли это, что мы, соответственно, это должны делать в каждой точке сети, то есть на каждом устройстве, куда приходит этот трафик? Устройство надо как-то сказать, что это за трафик? На самом деле нет, потому что, когда мы отклассифицировали трафик, мы можем его покрасить. Вот есть такой термин «трафик калоринг» или «покраска трафика». Что это значит? Можем его промаркировать, то есть применить какой-то маркер, и в дальнейшем на всех остальных сетевых элементах, точках применения качества обслуживания, просто по маркеру определять, что за класс данного трафика. То есть две технологии, которые фактически формируют базовый элемент качества обслуживания в модели DiffServe, это классификация и маркировка. Где мы можем классифицировать трафик? Вообще, как мы уже вчера говорили, то место, где мы классифицируем трафик, оно называется Trust Boundary или граница домена доверия. То есть где мы это можем делать? Мы это можем делать на телефоне, например. Можем спокойно классифицировать трафик. И телефон что делает? Телефон трафик будет маркировать. А что у нас есть для маркировки вообще трафика? На уровне 2, как я уже говорил, это возможно только, если вы используете тег.1.2, поле проверить и 8-бит. На уровне 3, в IPv4 заголовке, у нас есть такой байт, который называется Type of Service. И мы его можем там с помощью каких-то стандартных рекомендаций заполнять. Как правило, рекомендации две, это либо IP-проседенс, либо, соответственно, DSP. И если нам нужно, опять же, если мы отодвигаем границу доверия, домен доверия до телефона, соответственно, мы что делаем? Мы доверяем маркировке, которая пришла от телефона. Можем ли мы отодвинуть до компа, например? Можем. Абсолютно спокойно. Дело в том, что если вы, например, программный телефон, какой-нибудь IP-коммуникатор, поставите на комп, то он сразу установит CDP-драйвера, и, собственно, сам свой трафик будет маркировать. Другое дело, нужно понимать, что если у нас компьютер идет через телефон, то телефон будет снимать маркер компа по дефолту. То есть надо ему сказать, что пожалуйста, там оставляй маркер компа, и все по дефолту, естественно, ну это как механизм защиты, поскольку у нас трафик компьютера не маркирован, и телефон этот маркер снимает. Можем ли мы это делать на уровне доступа? Да, пожалуйста. То есть если нет, например, телефона, тогда, соответственно, будем классифицировать и маркировать на уровне доступа. Здесь нужно понимать одно правило. Квоз, он очень хорош, когда он end-to-end, из конца в конец. Соответственно, мы должны квоз растянуть прямо от отправителя до получателя. То есть чем ближе к отправителю, тем, соответственно, лучше будет отрабатывать эта система. Потому что если у вас, вы везде сделали квоз, а где-то забыли, и там, где вы забыли, у вас бутылочное горлышко, соответственно, ну все, считайте, что никакого квоза у вас, собственно, и нет. Вот. И здесь очень часто встает вопрос, как мы можем классифицировать трафик. А все зависит от того, где вы это делаете. Почему на телефоне очень просто классифицировать трафик? Потому что телефон знает, что к нему приходит на внутренний порт. Все, что приходит через трубку на внутренний порт, это, соответственно, вот такой вот трафик. Если же нам надо классифицировать где-то на коммутаторе, на маршрутизаторе, мы что можем использовать? Мы можем использовать те механизмы, которые нам устройство предоставляет. То есть как мы можем классифицировать трафик, например? Ну, например, по аксесс-листу. Повесить аксесс-лист, искать вот то, что удовлетворяет этим параметрам в такой класс, то, что удовлетворяет этим параметрам, соответственно, в такой класс. А если у нас есть хорошие коммутаторы с поддержкой протокола NBAR-2, или маршрутизаторы с поддержкой протокола NBAR-2, мы можем использовать его. Это, опять же, речь идет о коммутаторах и маршрутизаторах CISCO. Что такое NBAR-2? NBAR вообще расшифровывается как Network-Based Application Recognition. То есть это такой механизм, который лезет в седьмой уровень, то есть по модели оси, и дальше использует принцип, который используют антивирусы или системы предотвращения вторжений. Он забирает оттуда последовательность бит и сравнивает ее с стройной сигнатурой приложения. Если последовательность совпадает, он говорит, вот это вот такое приложение. Если вы где-то, кстати, сталкивались и встречали такую команду, как Match Protocol, вот Match Protocol как раз и есть использование NBAR-2. Например, мы можем сказать Match Protocol Skype Action Drop. Можем там делать Match Protocol Torrent. То есть, видите, вообще совершенно не описывать больше ничего, а оставить это на усмотрение, соответственно, NBAR-2. Плюс в NBAR-2 мы можем как бы использовать возможность категоризации приложений. Потому что приложения, они там не простой линейной табличкой заполнены, а они разделены на категории и под категории. И мы можем эти категории изменять, можем их как-то группировать, там что-то с ними, соответственно, делать. Ну, что это за категории? Они маркируются там специальным атрибутом Traffic Class. Вот, например, все протоколы, связанные с VoiceOver IP, выходят в IP-келетами. Все протоколы, которые связаны с широковещательным видео, входят в Broadcast Video. Все протоколы, которые связаны с интерактивными приложениями транзакционными, входят в, соответственно, атрибут, ну, имеют атрибут, входят в группу Transactional Data. И мы можем это, естественно, использовать в дизайне, то есть можем либо по дефолту, либо свои приложения относить к классу либо бизнес-релевантных, либо бизнес-нерелевантных. Там чем-то хорошо? Ну, если мы хотим делать простой код, то приложения релевантные для бизнеса идут в первую очередь, все остальные идут во вторую. Вот, соответственно, такой подход, он у нас очень здоровский, очень классный. Ну, например, вот если мы хотим посмотреть там, к примеру, атрибут какой-то, можем сделать команду такую showipnbar протокол атрибут Skype. То есть, посмотрите, вот наш протокол, который называется Skype, он какой атрибут имеет. Система вам что-то покажет. А дальше вы можете изменить, соответственно, атрибут. То есть, сделать такую команду, создать атрибут map, вытигрим ipnbar атрибут map, бизнес-релевантный, и описываем атрибут. То есть, грубо говоря, вот такому-то тегу будет применяться дефолтный атрибут business-relevant. А дальше куда этот тег привязывать к приложению? То есть, мы к Skype привязали вот большими буквами business-relevant, это значит, что Skype перемещается, соответственно, внутри nbar в бизнес-релевантные приложения. И дальше, соответственно, таким образом можем действительно описать те приложения, которые релевантны для нас. Также можем выкинуть там, соответственно, из настроек какие-то другие приложения. Да. Ага. Не-не-не, смотри. Business-relevant – это атрибут. Просто дефолтный встроенный. Он входит в группу бизнес-релевантности. Ну, то есть, атрибуты, они бывают разные. Это же не обязательно бизнес-релевантные. Они там по куче параметров проходят. Вот он говорит, вот есть атрибут, который входит в группу бизнес-релевантности. А туда входят на самом деле три атрибута. Business-relevant, бизнес-релевант и дефолт. Вот, в этой группе. И мы говорим, что вот этот атрибут, вот этот атрибут внутри будет привязываться ко всему, к чему мы привязали тег вот большими буквами в бизнес-релевант. Вот такая вот простая идея. Вот. И на самом деле, обратите внимание, что NBAR что нам позволяет сделать? Он позволяет нам там вот с помощью вот этих вот атрибутов конфигурировать, соответственно, какую-то модель классификации и маркировки. То есть, модель как выбирается? Модель выбираем мы сами. То есть, модель, она должна описывать, сколько классов нам, соответственно, интересно. Ну, то есть, допустим, нам достаточно трех классов или надо четыре класса. А как это описывается? Делается бизнес-анализ. Дальше на основании этого делаются, соответственно, технические описания. И вот здесь можно что сделать? Просто там по классам разбить по атрибутам релевантности. То есть, мы говорим, все, например, протоколы, которые относятся к типу сигнализации, уходят в этот класс. Все протоколы, которые относятся к типу, например, телефония, и плюс имеют атрибут бизнес-релевантные, относятся в такой-то класс. И так далее. То есть, мы можем так вот комбинировать атрибуты. Ну, это такой пример. Вот. И на самом деле, на самом деле, идеология классификации, она всегда под собой подразумевает маркировку. Потому что, если мы где-то включили N-bar, значит ли, во-первых, что мы везде должны включать N-bar, а во-вторых, внутри роутера. Вот если мы на входном интерфейсе поймали какой-то трафик и его отклассифицировали. Дальше мы его хотим в какую-то очередь поставить. Откуда механизм очередей будет знать, что это тот трафик, который мы отклассифицировали? То есть, ему нужно привязать какую-то метку, или, как мы говорим, покрасить его. То есть, привязать ему тот или иной маркер. Куда этот маркер можем привязывать? Вот у нас тег .1Q. Соответственно, там, iter type я убрал. Есть 3 бита полиприорити. Есть 3 бита полиприорити. Раз это 3 бита, соответственно, мы можем потенциально запихнуть 8 уровней приоритета. Да, потому что 2 в третьей — это 8. Или мы, соответственно, можем использовать такую рекомендацию, которая называется 802.1.p. Или .1.p. И эта рекомендация показывает нам, как заполнять полиприорити в .1Q теге с точки зрения, там, best practice. Ну, а показывает 7-ка, 6-ка — резерв, 5-ка — voice, 4-ка — видео, там, 3-ка, 2-ка, единица, высокая, средняя, низкая, приоритетные данные, 0, соответственно, best step. То есть, довольно простой кейс описывается. Если же у нас нет L2, если мы работаем по L3, то у нас есть такой байт type of service в IP-заголовке. Этот байт мы можем заполнять двумя путями. Есть два стандарта. Стандарт первый называется IP-просеттенс. Вот. Он что делает? Он в байте использует три старших бита. То есть, три старших бита очень хорошо, соответственно, маппится с уровнем 2. То есть, тоже 8 уровней приоритета. Если нам этого недостаточно, тогда мы можем использовать стандарт, который называется Differentiated Services Code Point или DSCP. То есть, использовать 6, ну, на самом деле, не 6, на самом деле используется 5 бит DSCP, потому что 6, соответственно, до сих пор всегда равен нулю. То есть, просто он такой, как резервный оставлен. И обратите внимание, когда мы с вами смотрим на то, как это можем заполнять, у нас есть, как сказать, такая терминология. Дело в том, что квоз изначально создавался не теми людьми, которые развивали сетевые протоколы, и поэтому они использовали такую телекоммуникационную терминологию. В общем, терминология о чем нам говорит? О том, что есть Pure Hop Behavior. Да, вот такая штука, Pure Hop Behavior. Что это такое? Это говорит поведение на хопе. То есть, фактически, Pure Hop Behavior – это описание того, что нам нужно сделать с трафиком. То есть, с каким-то вообще конкретным. А чтобы оценить, что это за трафик, с которым нам нужно, ну, что там, дропнуть, полосу обрезать, приоритетную очередь поставить, что угодно. Чтобы нам понимать, что мы можем сделать, нам надо как-то этот трафик красить. То есть, надо системе сказать, что трафик, обладающий вот таким-то маркером, с ним надо сделать вот такую-то штуку. И обратите внимание, что DSCP, хоть и использует, как я говорю, 6 бит, а в реальности 5, потому что, опять же, самый младший всегда 0, он не использует их линейно. Он использует их и иерархически. То есть, старшие 3 бита – это, собственно, и есть Pure Hop Behavior. Фактически очень похоже на трафик-класс. А остальные 3 бита, они вообще описывают так называемый дроп-пробабилити. Сейчас я дойду вперед чуть. А, не дойду. Ладно. Что значит дроп-пробабилити? Это значит, вот смотрите, что в каждом классе мы говорим, насколько этот трафик может подвергаться рандомному дропу при перегрузке. То есть, если стоит 0, к примеру, никак. Если стоит 1, сильнее, 2 еще сильнее, 3 еще сильнее. Поэтому, смотрите, по классам, как распределяется трафик? 1 лучше, чем 0, 2 лучше, чем 1, 3 лучше, чем 2, и так далее. Однако, если мы в третьем классе еще опишем 2 бита, вот будет у нас там 0,1 и 1,1, да, то есть, фактически, то 0,1 будет лучше, чем 1,1. То есть, внутри дроп пробобилити принцип больше, лучше совершенно не работает. Если же мы используем там MPLS, если мы используем тегирование в операторских сетях, у MPLS тоже в MPLS-метке есть 3 бита, которые раньше назывались MPLS-экспериментал, то есть, экспериментальные биты, а сейчас как раз используются для наличия класса сервис. То есть, 3 бита, напомним, 2 в 3 и 8, значит, 8 классов, соответственно, можем привязать. И когда мы отклассифицировали и промаркировали трафик, дальше стоит вопрос, а что мы с ним хотим сделать, во-первых? Но первое, что мы можем с ним сделать, это распихать трафик по очередям. И механизм, который отвечает за управление очередями в квозе, называется congestion management или управление перегрузками. То есть, управление перегрузками это не что иное, как управление очередями. Грубо говоря, допустим, у нас нет квоза. Есть одна очередь на интерфейсе. Какой механизм управления очередями мы с вами используем? Мы используем FIFO. Я думаю, все слышали FIFO. First in, first out. Все, первый пришел, соответственно, первый ушел. Если нам, соответственно, это не нужно, то мы можем подумать о том, чтобы, соответственно, использовать какие-то дополнительные механизмы управления очередями. Я чтобы нарисовать заранее, ну, чтобы не рисовать, заранее нарисовал такую картинку. И механизмы, на самом деле, коллеги, формируются довольно просто. Вот надо на историю посмотреть, сразу понятно, что зачем. Есть механизм, вот первый, который был придуман, называется Priority Q. Что значит Priority Q? Четыре очереди, внутри каждой жесткий приоритет, и очереди выпускаются одна за другой. То есть, пока не очистилась первая, ждут все остальные. Очистилась первая, пошла очищаться вторая и так далее. Приоритетная очередь очень хороша для голоса, потому что для голоса самое главное это задержка и джинка. Однако, механизм PQ может привести к такому явлению, которое называется Q-starvation или замораживание очередей. Вот представьте, стоят пакеты в четвертой и ждут. Первая ушла, вторая ушла, третья очищается в четвертой и ждут, пришли пакеты во вторую. Что делает четвертая очередь? Ждет. А когда очередь заполнилась, дальше что идет? Tail Drop. То есть, все дропается. Если очередь не помещаем, дропается. Поэтому для данных это не очень хорошо. Все-таки хотелось бы, соответственно, каким-то волшебным образом, каким-то волшебным образом, сделать так, чтобы четвертая очередь, ну, по чуть-чуть, хотя бы, но выпускалась. Потому что, если мы будем все дропать, это, например, вот одновременно, это к чему придет? К большому количеству TCP-ритрансмиттов и изменений размера к нам. Например, в TCP, что нам совершенно не нужно. Поэтому придумали делать так называемые взвешенные очереди. Да, вот представьте, у вас 4 очереди, а у каждой есть вес. Допустим, да, допустим, у первой 4, у второй 3, у третьей 2, у четвертой 1. Что это значит? На каждые 4, там, килобайта из первой очереди уходит 3 килобайта из второй очереди, 2 килобайта из третьей, 1 килобайт из четвертой. То есть, видите, все, они на самом деле так распределяются, но, как бы, все по-разному, да, потому что у каждой есть, соответственно, свой приоритет. Так вот, механизм, который позволяет привязать висак очередям, он называется WFQ, Weighted Faircuing, взвешенное справедливое обслуживание. А если мы в эти очереди трафики на основе классов, трафик на основе классов запихиваем, то он еще получает приставку Class Based. То есть, Class Based Weighted Faircuing. Вот. Однако, Class Based Weighted Faircuing хорош для данных, плох для голоса. Пока мы будем ждать другие очереди, что получается? У нас раздувается задержка. Задержка, это плохо, это хуже, чем для голоса. Что решили сделать? Решили скомбинировать эти два метода. Взять, сделать одну приоритетную очередь для голоса, то есть, пока она не очистила все остальные ждут. Соответственно, а все остальные очереди, сделать по принципу Class Based Weighted Faircuing для данных. И стали это называть вот такими буквами Low Latency Cueing. То есть, очередь с низкой задержкой. И здесь самое главное, когда мы говорим о механизме Low Latency Cueing, самое главное, это помнить, что нельзя 100% ресурсов отдавать в приоритетную очередь. То есть, вы же сами конфигурируете, сколько там, грубо говоря, полосы будет в какой очереди. Тогда если приоритетной будет 100%, все остальные обслуживаться не будут. Поэтому есть вообще такая рекомендация. Понятно, что у каждого там свой кейс может быть. Но есть общая рекомендация не отдавать в приоритетную очередь больше 33% пропускной способности. И вот так она выглядит Low Latency Cueing. Нам дальше что надо сказать? Какие классы у нас отправляются в приоритетную очередь, какие классы, соответственно, дальше распределяются по взвешенному справедливому обслуживанию. И вот пример на конфиге. Давайте покажу. Здесь у нас такая штука, которая называется Policy Map. То есть, мы описали классы, классы описываются структурой класс-мап. Это Policy Map говорит, видите, для класса VoIP, и дальше видите команду Priority. Priority это значит помещаем в приоритетную очередь, отдаем 10% полосы от нашей. А вот дальше класс Mission Critical, видите, у него нет слова Priority, стоит слово Bendis. Bendis это значит помещаем в класс-based Weighted Fairview, то есть, во взвешенную очередь. И отдаем процент вот такой-то. Самое главное, если вдруг с этим столкнетесь, коллеги, понимать один тонкий момент. В команде Bendis процентаж это минимально гарантированная полоса. То есть, мы говорим, мы тебе гарантируем 20% твои, но если вдруг есть незанятые, пожалуй, используй сколько-то. Но 20% тебе гарантируется. А вот в команде Priority это максимально возможная полоса. Мы говорим, вот 10% и не больше, потому что, если мы в команде Priority скажем, используй сколько хочешь, у нас другой трафик ходить не будет. Приоритетную очередь все ждут. Вот. Никакого там, никаких весов, соответственно, нет. И вот это вот механизм тоже, ну, нужно описывать, то есть, где какой мы будем использовать. Помимо управления перегрузками, то есть, работы с очередями, есть еще такая техника, которая называется предотвращение перегрузок или Congestion Avoidance. По-нормальному она работает с TCP трафиком. Но что такое Congestion Avoidance? Вот представьте, у вас есть целая куча TCP потоков. Есть перегрузка на интерфейсе. Вот в очереди все, очередь заполняется. Что делаем? Дропаем все подряд. А теперь смотрите, что будет, если мы у разных TCP сессий одновременно начнем дропать пакеты? Одновременно пойдет изменение размера окна, одновременно пойдут ретрансмиты. Вот это явление называется TCP синхронизация. То есть, видите, у нас пила такая пойдет, вот здесь начинается дроп, все, пошли изменения размера окон, TCP ретрансмиты динамически. Опять дальше нормально все идет, 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 никаких дропов нет, дошли до дропа, то есть, размер окна повышается, опять всех одновременно дропаем, TCP ретрансмиты. И наша задача здесь, что сделать, если это нам нужно? Вот эту пилу как-то, ну это что такое, неэффективное использование канала, то, что не любит хвост? Пилу немножко, зубчики поменьше сделать. А как мы это можем сделать? Заставить вообще, даже при перегрузках TCP сессии разные дропаться в разное время. Ну что, ретрансмиты в разное время шли. Как это делается? С помощью рандомного дропа. То есть, мы говорим, допустим, у нас очередь, размер очереди 40 пакетов. Если, соответственно, в очереди больше 32 пакетов, начиная рандомно дропать пакеты с определенной частотой. Вот, для чего, чтобы они, ну, все равно мы видим, что у нас будет перегрузка, так пусть хотя бы там у всех будет перегрузка в разное время. И обычно описывается это вот так. Вот это у нас справа, видите, красное, tail drop. Tail drop с английского переводится, как отрубание хвоста. Ну, вообще, ну, то есть, грубо говоря, это все. Вот. Дальше. Есть у нас no drop, это когда спокойно у нас в очереди еще много места и так далее. А вот, допустим, когда мы, прошу прощения, когда мы достигли какого-то количества пакетов в очереди, дальше мы конфигурируем drop probability, то есть, так называемый mark probability denominator, и говорим, вот здесь начинаем дропать. С такой частотой, то есть, допустим, 1% дропаем, здесь 2% дропаем, здесь 3% дропаем, соответственно, и так далее, и тому подобное. И вот это вот, на самом деле, можно для разных классов и типов трафика конфигурировать по-разному, а вообще это делает такой алгоритм с ласкающим русскоязычное ухо названием вред. Вот. Вред это weighted random early detection, взвешенное раннее обнаружение перегрузок. То есть, что он смотрит? Он смотрит на приходящий IP пакет, смотрит на очередь, смотрит на то, какую позицию занимает пакет в очереди и дальше говорит, дропать будем или, соответственно, не будем. И так далее. И, как я вам говорил, видите, мы можем там самые разные типы дропа делать. Там для такого-то трафика начинаем на 24 пакетах, для такого-то на 28, для такого-то на 32 там, и так далее, и, соответственно, тому подобное. Причем, обратите внимание, коллеги, на такое заблуждение, которое я очень часто встречаю в жизни. Вот эти очереди, они все программные. То есть, они могут реализовываться там на линейных карточках в датаплейне, но они все программные. Это значит, что у нас есть одна аппаратная очередь, вот которая реально, прям аппаратная очередь. Если там есть свободное место, никакой вот этой приоритизации не будет, все, как бы, пакет уходит в это свободное место. А вот если аппаратная очередь заполнена, вот тогда начинают работать все эти механизмы. Только если аппаратная очередь, соответственно, заполнена. Следующие два брата-близнеца, которые у нас есть в дефсервере, называются трафик-полисинг и трафик-шейпинг. А райцы между ними очень проста, коллеги. То есть, что они делают? Полисинг, у него задача обрезать полосу. Не там, смотря ни на какие потери. Это единственный механизм существующий, который позволяет там у трафика реального времени, вот, ну, не у трафика даже реального времени, а у трафика полезной нагрузки, я бы сказал, просто обрезать полосу. Например, говорим, такому-то классу один мегабит в секунду. Все. Это делает трафик-полисинг. И трафик-полисинг это такой механизм без экономии, как я говорю. А вот если мы, допустим, когда-то, вот есть у нас один мегабит в секунду, а вот мы два часа эту полосу не использовали, значит ли это, что теперь нам, соответственно, устройство должно дать больше одного мегабита в секунду? То есть, значит ли это, что мы накопили полосу? У трафик-полисинга нет, не значит. Совершенно не значит. Трафик-полисинг, никаких накоплений вообще. Либо вот сейчас используй, либо не используй. Собственно, вот и все. Очень похоже на как это, бюджетирование в российских госорганах. Не потратил трафик до декабря, а в следующий год дадим настолько меньше. Вот типичный вариант бюджетирования. Трафик-шейпинг, он примерно делает то же самое, только у него идеология выровнять полосу. То есть, шейпинг говорит, слушайте, ну как это, полисинг, так нехорошо. Давай мы создадим буфер определенного размера, и если там какой-то трафик когда-то не использовал всю отведенную полосу, мы туда ему будем копировать токены. Вот. И когда ему надо будет больше, мы будем смотреть, а слушай, ну ты уже накопил денег, ну пожалуйста, сейчас в этот момент ты можешь использовать больше полосы, соответственно, чем тебе дать. И идеология тут очень простая, это очень условная картинка, вот это идеология полисинга слева. То есть, видите, жестко обрезаем полосу, дальше не даем больше никогда. Идеология шейпинга, вот так, конечно, в жизни не получается, но это вот то, к чему стремится шейпинг. Он говорит, давайте все-таки выровняем, смотрите, там какие-то западения по трафику, давайте создадим буфер отдельный, будем там это все хранить, то есть, когда у нас приходят пакеты с излишним трафиком, мы их держим в буфере, потом, когда трафик не используется, мы их, соответственно, выпускаем. И поэтому, смотрите, трафик шейпинг не подходит для голоса. А? Трафик шейпинг не подходит для голоса, для голоса только полисинг. Почему? Шейпинг говорит, как только трафика больше, ставим ждать в буфер. Вот как только вы слышите слово ждать, для трафика реального времени это вообще не подходит. Шейпинг подходит для данных, для голоса, как я говорю уже, пакет лосс, для многих кодеков гораздо лучше, чем задержка и, соответственно, ее вариации. Например, на некоторых вакодерах, чтобы вы понимали, кодек G701 сможет там до 10, соответственно, процентов потерь восстановить. Ну, это очень много, 10 процентов. Вот. И пример, как это работает. Вот, чтобы в голове обложился пример. Вся эта работа, там есть несколько механизмов, но все они базируются на таком алгоритме, который называется токен-бакет или маркерное ведро. Грубо говоря, есть ведро, есть у нас планировщик, который выпускает. Здесь приходят какие-то пакеты, да, слева, с разной частотой. Задача, что делать? Ограничить полосу. Мы говорим, сколько хотим ограничить полосу, там, допустим, 1 мегабит в секунду. И все, начали в корзину падать токены. Какой скорость? Скоростью 1 мегабит в секунду. Прямо байты падают. И, допустим, у нас в корзине, соответственно, копилось 700 байт. Нам приходит пакет, соответственно, но, допустим, 300 байт. Мы что говорим? 700 хватает, пакет пропускается, от 700 вычитается 300. Все, осталось 400 байт. Дальше приходит пакет 500 байт. Мы говорим, денег не хватает на 500 байт, пакет весь дропается. То есть не частично передается, а весь дропается, из-за этого на графике вот, соответственно, такие западения. Вот это называется, соответственно, ну, этот принцип основной называется токенбакет или маркерное ведро, и мы его довольно широко используем везде. И вот на самом деле мы, когда вот эти все алгоритмы, смотрите, что у нас есть. Классификация, маркировка, управление очередями или управление перегрузками, предотвращение перегрузок, полисинг и шейпинг. Шесть основных механизмов моделей дифференцированных сервисов. И мы, конечно, это хорошо, когда мы понимаем, как они работают, да? А есть ли вообще какие-то рекомендации? Эти индустрия накопила огромный опыт. То есть есть ли рекомендации, где для какого трафика что использовать? Коллеги, вы не поверите, рекомендации такие есть. Описано в RFC 4594. То есть описано, что за тип трафика, как рекомендуется маркировать, какие очереди ставить, и, соответственно, ну, примеры приложения, это уж ладно, это тут дописано, да? То есть что это там могут быть, например, за приложение? То есть по сути, по сути, вы маркировать можете вообще как хотите. Маркировка, она, ну, ни на что, кроме ваших политик, не влияет. Но поскольку лучше делать все-таки целостный квоз, чтобы потом не запутаться, да? Именно для этого сделаны такие рекомендации. Вот давайте все делать одинаково, тогда ни у кого, ни с кем, соответственно, не будет никакой проблематики. И когда мы все это знаем, что это вопрос, так, окей, надо задизайнить квоз. Что будем делать? Ну, как сказать, вы когда хотите построить дом, вы сначала что делаете? Планирование, или сразу берете инструменты? Деньги собираем. это относится к планированию. Почему нет? Вот, соответственно, сначала надо все спланировать. то есть это говорит нам о том же, о чем говорят классические там математические модели. Сначала стратегическое планирование, потом тактическое. Стратегическое описывает, что должно быть сделано. Тактическое описывает, а как теперь нам это делать в каждом конкретном случае. И на самом деле, когда мы говорим о даже качестве обслуживания, то мы должны понимать, что есть специальные документы. Есть специальные документы, есть хороший гайдлайн, который говорит, как рекомендуется подходить к стратегическому планированию. Видите, как описано классно, стратегическое планирование. Оно описывает, зачем вам нужен пост. Ну, то есть, как минимум, это бизнес-анализ приложений должен быть, что для бизнеса критично, что не критично, что релевантно, что нерелевантно. А тактическое планирование, это как вы теперь к этому придете. И на самом деле, если мы попытаемся стратегически описать, ну, на примере, квоз-полиси, то есть политику качества обслуживания, сразу, кстати, смотрим, да, как и в безопасности, что надо, чтобы у нас был нормальный квоз-политика должна быть, которая все это описывает. Потому что, как я говорю, никто технические меры, вот когда вы сделаете, они сами по себе не работают, вряд ли будут работать. Они работают только вкупе с административными мерами и с физическими. Вот. И здесь примерно та же самая идея. Поэтому сначала оцениваем бизнес-цели, то есть говорим, что мы хотим этим добиться. Дальше делим приложения на бизнес-релевантные и нерелевантные. Дальше, то есть фактически на классы делим. Для каждого класса смотрим, соответственно, какие есть стандартные рекомендации, применяем в чистом виде или в измененном виде. И, соответственно, дальше что? Назначаем полосу пропускания каждому классу. Тебе столько, тебе столько, соответственно, тебе столько, тебе столько. И, например, как мы можем определить наши бизнес-цели качества обслуживания? Ну, для начала нужно понять, какой трафик, вообще какие приложения для бизнеса являются критичными. Стандартные подходы здесь не всегда подходят. В одной из компаний, где я довольно долгое время в Петербурге работал, там вы не поверите, что было наиболее важным типом трафика. Там отдел продаж, то есть основной отдел, который мы обслуживали, он использовал телефоны, то есть первый – это телефоннер, видео там не было вообще. А второй, вы не поверите, там была самописная ERP-система, интегрированная с CRM-кой, которая находилась в Германии, и доступ там был с помощью браузера. То есть второй по приоритету трафик – это HTTP на конкретные IP-шники. То есть это прям все, все остальное ждет, даже e-mail ждут. Потому что, соответственно, это надо. Абсолютно верно. И наша задача – определить именно, что для нас важно. Что для нас важно с точки зрения качества обслуживания? У меня вот есть один коллега, которому я недавно помогал, говорит, Данилыч, короче, задолбали меня все, главное, чтобы телефония ходила на остальное, пофиг. Я говорю, братан, давай делаем два класса. Класс в OIP, класс все остальное. Класс в OIP отрезаем, сколько надо, а все остальное пусть там само делится как-то. Почему нет? То есть если там по бизнес-задачам это подходит. Дальше что делаем? Дальше, как я говорю, делим приложения на бизнес-релевантные, а, соответственно, бизнес-нерелевантные. То есть релевантные классифицируем, маркируем дефолтные, то есть которые не относятся к релевантным, но и не относятся к ир-релевантным. Просто обычный HTTP, там, чертный, например. Маркируем как дефолт-эффорт, ну, то есть говорим, это у нас маркер дефолта, у него тоже есть политики, а нерелевантные, есть, знаете, такой сервис, который называется Lower Than Best Effort, или Less Than Best Effort. Или мы его еще называем мусорный класс, Кевиндер класс. То есть всякие торренты, пиринг, это вообще там один процент им даем, чтобы, ну, очереди, грубо говоря, не загружались и не залипали там процессинговые ресурсы. И говорим, все, вот только так это и будет работать. Дальше что делаем? Применяем там скольки-то классовую модель. Скольки классовую зависит опять же от вас. Вот ни один оператор связи, например, такую модель применять не будет. А ему это зачем? Он клиентам дает сервис, да, ему надо голос, видео данное, там быстро трехклассовую модель применил, соответственно, и все. А в интерпрайсе мы должны понимать, что мы, соответственно, хотим делать. Но вот на самом деле, как я говорю, есть один тип трафика, вот прям явно заданный, который вот приоритетнее, чем телефония. И мы его все с вами знаем. Это рутинг апдейты. Потому что если апдейт маршрутизации не прошел, бесполезно приоритизировать телефонию. Трафик пойдет, например, в черную дырку. Вот такой вот, как пример. И дальше, соответственно, ну просто делим, опять же, трафик на классы. То есть нам надо описать классы. Допустим, вот у нас есть там трафик плоскости управления. Мы его можем поделить. Там это трафик рутинга, какая-то сигнализация и какой-нибудь UAM. Да, Operation and Maintenance. То есть туда, я не знаю, SSH, какой-нибудь, CISLOG запихнуть, если там SNMP вы используете. То есть SNMP, ради бога. И дальше, соответственно, описать. Есть голос, если приложение голос, описать, как мы его определяем, например, что это голос, тогда относим к классу голос. То есть фактически все классифицируем. Видео относим к видео, а видео на самом деле можем еще и делить. Потому что одно дело, если это видео реального времени, да, где задержки и джиттеры очень важны. Другое дело, если это потоковое видео, которое буфер закачивает и дальше из буфера всем проигрывает. Там задержка не имеет, ну, такой большой важности. Ну и данные. А мне говорят, а как трафик данных вот определить? А нет такого трафика трафик данных. Каких данных? Они же все разные, все с разными задачами. Если мы к телефонии вот имеем четкие требования, нам рекомендация G114 их дает. Задержка в один конец не более 150 миллисекунд, джиттер, то есть вариация задержки опять же в один конец не более 30 миллисекунд, пакет лосс не более 1%. То есть нам стандартизация говорит, вот тогда трафик, ну, как бы, качество разговора можно считать отличным, если это выполняется. Видео, все зависит от того, какое это видео. Если десктопное, те же самые, как бы, параметры можно применить. Если это какое-нибудь иммерсивное видео, когда эти видеокомнаты с эффектом присутствия, когда там рубашку почесал, там, соответственно, слышно, вот, там, конечно, там и по джиттеру требования жестче, по пакет лоссу требования жестче. Я когда вот эту первую иммерсивную систему увидел, я поржал, говорю, ну, товарищ, мне показывал, комната такая, прям действительно классная, я говорю, жалко, запахи не передает. Вот так, он говорит, ты не поверишь, в университете Огайо идет над этим работа. Я говорю, а как идет? Кодируют запах, а на другой стороне пшикалки стоят. И заставляют пшикать, то есть идет работа над передачей запаха, соответственно, по сети. Вот. И дальше просто что делаем? Назначаем полосу. Полосу, коллеги, можно назначать в битах, в секунду, а можно назначать в процентах. Можно назначать в процентах, единственное, что всегда контролируете, что на трафик Best Effort, то есть на дефолтный трафик, как минимум должно 25% отрезаться. То есть никогда не надо вырезать всю полосу. Например, на тех же маршрутизаторах Cisco есть такая защита от дурачка. Когда пишете Priority Person или Band of Person, сколько процентов, это проценты от 75% пропускной способности интерфейса. Потому что 25% под всякий дефолтный нужный трафик, соответственно, остается. Это можно поменять, но надо понимать, что вы делаете. То есть что и как мы меняем. И на самом деле, как я говорил, чем мне нравится компания Cisco Systems, тем, что у нее есть огромное количество дизайн-документов в открытом доступе. Просто вообще без всяких логинов невероятнейшее количество. В частности, вы можете найти вот такой документ, видите, Strategy Quoth Design это гланс. То есть на высоком уровне вам описывается, как делать стратегический дизайн-квоз. Ну там есть книжка даже, соответственно, ну книжка, понятно, она большая. Есть вот такой вот короткий, соответственно, документ. И мало того, что стратегический, когда прочитали, есть следующий документ. Тактический дизайн-квоз. То есть говорит, как тактически теперь это применять. Ну, допустим, у нас есть такая модель. Какой маркер применять, соответственно, где его применять, вот, и так далее, как я говорю, вам разрешают все эти презентации. Соответственно, если хочется это детально прочитать, вот, обращайте внимание на линке, то есть кликнули на линк, сразу пошли, соответственно, нам нужный документ. И стратегический и тактический дизайн-квоз, он говорит нам о том же, вот, что мы с вами только что разобрали. То есть стратегически это как, что мы будем делать. А тактически вы уже описываете. Например, какой маркер? Потом смотрим для голоса, экспедит от форвардин, что это такое? 46 в ESCP. Окей, маркируем 46. Дальше смотрим по данным. Такие-то данные, соответственно, такие-то данные, такие-то данные. Вот, тоже смотрим и, соответственно, маркируем. Вот такая вот была у меня презентация. То есть сегодня, как я и говорил, чуть-чуть будет у нас все покороче. Но, поскольку у нас не наступило время обеда, всеми коллегами, которые слушают нас онлайн, я благодарю всех за внимание и мы прощаемся. Спасибо.